всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале прежде чем мы начнем я напомню что в ближайшие выходные у нас будет я проведу блиц консультации тема будет если я не ошибаюсь ваши способности больше информации более подробно вы сможете узнать в разделе сообщества у меня на канале переходите в пятницу вечером наверное я уже выпущу этот пост вот и и вы сможете узнать информацию более подробно оттуда приходите обязательно посмотрим посмотрим ваши способности и таланты это полно еще что-то было так сегодня мы с вами смотрим расклад на тему сияние вашей души какое но мы уже с вами рассматривали как вы пахните ваш запах да ваш цвет сегодня посмотрим про сияние и это о том когда мы счастливы мы светимся да вот и посмотрим сегодня как мы светимся почему так далее у него две позиции будет сегодня голубенькие красненькие камешек надеюсь вы определились так вот это может быть убрать да будет мешать и так позиция номер один голубенький камешек и так смотрим вас единички когда вы счастливы и вы светите что вам помогает светиться что вам помогает светиться а вы сами вы сами опыт который вы прожили какая-то внутренняя ваша уверенность знания вы сами то что дает вам ценности а вообще на самом деле любое обучение любое обучение любые знания вообще познания этого мира именно физического мира да не интеллектуального а именно физического мира какие-то маленькие подарочки внимание вообще внимание людей любовь любовь но не знаете не общая любовь а здесь именно любовь паре в которой присутствует некая такая взаимность если это не про личные отношения потому что мне кажется вот вообще личные отношения вашу вас очень сильно наполняют да то здесь дружба настоящая преданная это тоже может помогать вам как-то светиться это любое взаимодействие с людьми в котором есть взаимность но не в плане того что от какой-то бытовой а это то что дает вам эмоциональную наполненность когда вы когда вы принимаете какое-то решение и вы чувствуете себя таким уверенным человеком да когда докопались возможно до какой-то правды когда происходит пусть и болезненное да но некое такое очищение вот вы после этого светитесь очищение может быть я не знаю в отношениях прояснили какую-то ситуацию вот груз как говорится с души вот вроде бы ситуация по десятки мечей она завершенная но с другой стороны все равно какое-то вот это вот облегчение и не знаю это вот как-то вас наполняет наполняет не то что что-то закончилось а именно то что очистилась вот произошло какое-то очищение это все помогает вам светиться так какие тени на данный момент мы не видим вот именно благодаря своему свечению что вы не видите аркан звезды перемены которые происходят вашей жизни перемены которые происходят ваши в вашей душе сейчас на данном моменте что здесь тени вова такого в этом аркане звезды конкуренция вы не видите вот возможно когда вы так скажем когда вы светите светитесь когда вы находитесь в прекрасном настроении высоких вибрациях вот в этот момент вы не видите то что происходит хочется сказать за вашей спиной вот какие-то моменты такие достаточно земные в которых люди проявляются не совсем но хочется сказать чистыми намерениями что ли с чистой душой вы не замечаете какие-то моменты жадности моменты споров конфликтов вот когда вы в хорошем настроении да вот эти вот все аспекты они как будто бы находится позади здесь я не вижу каких-то особых таких сложных теней но это вот так или иначе связано как-то с материальным вашим миром все что происходит возможно недостаток финансов да возможно какие-то финансовые трудности сложности вот это все в момент вашего свечения уходит на второй план это может быть как бы такой пример привести допустим есть какие-то трудности финансовые да и но как-то вы возможно смотрите позитивном ключе на этот вопрос да и можете сделать так что но на последние деньги пойду куплю себе что-то и порадую себя да то есть но нету денег ну и да ладно зато хоть вот как-то вот на душе чтобы было хорошо да либо вообще когда вы возможно есть на влюблены возможно что-то новое изучаете возможно когда вам дарят какие-то подарки вы в этот момент вот действительно забываете о всех трудностях и неурядицах которые связаны с другими людьми либо то что связано с финансовой стороной вашего вопроса а так вообще происходят перемены вашей душе что за перемены связанные с удовольствием связанные с любовью с наполненностью хочется сказать знаете как-то в двух сферах финансовой сфере и в личной жизни у вас идут перемены но вы пока это чтобы пока а вы их не видите это не теневые моменты но вы их сейчас не видите просто теневые я имею ввиду не в негативном ключе да а это то что вы пока не замечаете да это пока вот как будто вы знаете сокрыто от вас то что разрушается либо должно разрушить какие-то моменты которые ну ваши ограничения возможно да ваши какие-то убеждения то что вас сковывает то есть идут какие-то перемены но они идут знаете это так это такой пример покажу может быть так будет понятнее а я что я хочу донести потому что сегодня я в каком-то таком как же автомате я вообще ничего не понимаю что я говорю это сонное сонливое такое состояние это напоминает как пришел к вам какая-то клининговая пришла к вам какая-то клининговая компания и она говорит вот вам я не знаю энное количество денег идите сходите купите себе какие-нибудь вкусняшки сладости мороженки погуляйте вот придете через час и мы все закончим то есть пока вы вроде бы наслаждаетесь до прогуливаете сидите мороженое специально специально обученные люди как-то вот очищают ваш дом до приводят его в порядок вот здесь примерно то же самое только вот этот вот порядок он связан как-то с личной вашей жизнью и с профессиональной причем этот порядок он как-то так знаете интересно вы потом возвращаете смотрите а вам не только везде все помыли убрали не знаю может быть ремонт даже сделали как-то покрасили стены вы так заходите вроде бы так хорошо уютно а вместо раз такая мысль идет за что за что мне тогда как как это за что я хочу сказать я не заслужил вот такой вот красоту и такое хорошее что-то вот его чтобы вы не мешали в тот момент когда вот эти вот теневые аспекты прорабатываются эти процессы они как будто бы должны быть в тени что-то происходит внутри вас а из-за того что вы свой фокус внимания направили на то что вас наполняет сейчас возможно то чем вы занимаетесь как-то вот своей жизнью то что изучаете ваш фокус внимания он сейчас не направлен на на то о чем я говорю и вот из-за того что вы пока они пролили свет на эти ситуации на эти процессы эти процессы они постепенно постепенно как-то трансформа а трансформируется без вашего вмешательства здесь вот не хочется сказать что просто не вмешивайтесь туда даже сейчас получив информацию не надо этим заниматься вообще продолжайте делать вот то что вы делаете как вы себя ведете потому что иначе вы будете каким-то образом мешать здесь пока мешать этому процессу не нужно этот процесс он как будто бы подготовительный он идет вам как-то вот во благо интересно хорошо продолжается светить так как вы светите да что еще вам не хватает жизни чтобы ваша душа светилась вот сейчас что еще вот вам нужно добавить вам не хватает ресурсов вам не хватает силы для того чтобы двигаться вперед а есть какие то не есть какие то у вас моменты самокритики иногда когда вы включаете которые вас осаждают есть ощущение того что вот вы начинаете взлетать и вот момент как раз таки взлета как-то резко переключаетесь на что-то негативное это вас заземляет и не дает вам дальше двигаться это забирает у вас какие-то ресурсы о чем нам здесь пятерка мечей говорит ну а каких-то жестких требованиях возможно к самому себе здесь речь идет о себе здесь не идет речь о других людях здесь у вас какие-то требования какие какое-то ваше мировоззрение достаточно требовательное что ли вы к себе слишком возможно требовательной бываете иногда даже хочется сказать немножечко жестокий по отношению к самому себе и вот вот эти вот требования какие-то морально-нравственные да они хочется сказать что иногда вы становитесь как-то фанатичны в чем-то в каких-то моментах и это забирает у вас свет возможно у меня здесь просто иерафант он проигрывается как будто бы как перевернутый вот как дьявол до когда иногда вы становитесь одержимы не знаю почему либо для чего но вот здесь есть какая-то может быть это желание вот хочу здесь и сейчас может быть это как-то связано и не знаю с критикой что во что-то не удовлетворяет в себе я хочу изменить здесь час у меня не получается какие-то требования к себе что вот нет я должен так вот вы как-то ну не то чтобы не любите но иногда на вас накатывает какие-то такие моменты когда вы ведете себя ну не совсем адекватно по отношению к самому себе и и здесь вы как будто вы теряете знаете баланс теряете золотую середину теряете золотую середину и здесь как-то вот и хочется сказать что то ли здесь вам финансов не хватает сейчас как будто бы карты не показывает напрямую но мне кажется что здесь как будто бы что-то вам не хватает денег на что-то возможно на ваши какие-то желания и вот вы от этого начинаете сами себя съедать сами себя картиковать и осуждать в чем-то ну то есть не очень хорошо к себе не любя и неуважительно к себе относитесь вот как-то так не хочет сказать потому что просто какой-то финансовый аспект возможно вас сейчас не удовлетворяет что что вам нужно сделать до чтобы здесь было все хорошо но здесь вот луна здесь вам нужно перестать быть тревожным вы очень сильно тревожитесь очень сильно переживаете и вот от этой вашей тревожности вы включаете неуверенность и вот и ваша энергия заземляется вы перестаете перестаете светиться то есть вы не горите ваши оттенки они тускнеют они меняются то есть из белого света вы превращаетесь какие-то цвета радуги да они тоже хороши но они это не свет это один цвет понимаете а вы можете светиться белым светом что есть спектр всех абсолютно цветов потому что это источник всех цветов до его преломления а вы как раз вот это вот преломление и в дальнейшем один один из цветов радуги до которой вы светитесь это преломление она как раз связана с вашей тревожностью и неуверенностью вот вы как будто бы все время выбиваетесь из баланса вот вроде бы все хорошо хорошо там лоб и как-то выбились хочу спросить зачем вы это делаете а у вас так уроки проходят по пятерке пендакли кризис на потому что вам обязательно надо что-то потерять нельзя так чтобы вас все хорошо было потому что вам все время надо что-то терять для того чтобы потом это приобретать исключение отклонения в одну сторону потом в другую сторону потом я это получил и вот только начиная наслаждаться до быть находиться в этом свечении вам сразу опять-таки теряете свой баланс здесь это ваш урок урок вы проходите который связан как раз таки именно и вы этого боитесь до чтобы снова не стать жертвы какой-то до либо не впасть в состояние когда ничего не происходит то есть у меня такое ощущение что вот ваше понимание когда я в балансе такое чувство что вот в этом балансе вам становится скучно потому что вам не хватает какого-то действия вам не хватает акшен вот мне показывает да вот какое-то вот движение и вы когда вот у вас все хорошо начинаете сами себе придумывать какие-то моменты для того чтобы вот как-то ощутить себя живым что ли человеком и вот у вас такой сценарий по кругу вы ходите так какие мысли или какие действия препятствуют вашему свечению давайте посмотрим какие мысли или какие действия интересного по 2 фигурных два фигурных аркана какие мысли ну вот мысли возможно связаны каким-то образом со временем то есть ну когда все очень медленно развивается да как я говорю вот вам не хватает как раз вот этого огонька вот этого импульса поэтому это вот вам мешает когда вы ускоряете когда вы бежите вперед паровоза когда вы торопитесь в каких-то моментах вы как будто бы не можете равномерно до свой огонь разжигать у нас как-то либо много либо густо либо пусто и с деньгами у вас наверное так либо густо либо пусто здесь как будто бы нету вот это вот знаете ровного свечения ну вот на данный момент по крайней мере вам мешают здесь очень много педагревых вообще карт вы было в раскладе какие-то моменты либо связанные с деньгами либо связанной семьей мысли вот эти вот мешают либо деньги на семью такой тоже может быть препятствует вашему свечению либо семья как таковая тоже вам члены этой семьи возможно кого есть сыновья возможно сыновья тоже каким-то образом мешают мысли об этом за может быть мысли о том что нужно помочь либо мысли о том что что-то нужно сделать да вот не знаю может у кого-то есть долг какой-то надо отдать что-то здесь связаны с этим вот эти вот мысли они мешают почему потому что вы смотрите вы начинаете думать о деньгах а вам их не хватает и вы сразу падаете энергетически поэтому эти мысли они мешают вашему свечению а какие действия мешают здесь мужчина выпадает император и король мечей между ними десятка пупков и я вот так и в ступор палы не могу понять о чем здесь речь какие действия препятствуют час секундочку я просто потеряла нить повествования я увидел здесь двух людей двух мужчин какие действия мешают вроде бы что император что короли король мечей да это позитивные такие действия прям вот именно на действие на действие да где есть ответственность есть логика где есть вот это вот планирование последовательность ну вот такие хорошие действия у меня что-то здесь бывает с потолоку я не могу понять что именно здесь мешает ну-ка я еще раз скажите мне четко здесь для кого-то не знаю мне идет какие-то отношения возможно мешают вам вот шестерка мечей тройка шестерка кубков тройка мечей и аркан повешенной вот как какая-то ситуация возможно из прошлого что разбивает вам ваше сердце и заставляет вас входить в отшельника здесь возможно кто-то не получает той семьи либо тех отношений которые хотел с человеком который вас интересует либо здесь двое людей как-то вот невозможно определиться то здесь напрямую какие-то взаимодействия с людьми они как будто бы вам мешает причем с мужского пола не женского даже если это не личные отношения не любовные не семейные неважно здесь вот что то что длится как будто бы какой-то незавершенный момент из прошлого и а может быть это когда-то у вас были какие-то отношения может быть незавершенные отношения может быть там где какие-то вообще взаимодействия с конкретными мужчинами которые либо мужчинами как таковыми что разбивает вас сердце и вы закрываетесь то есть здесь однозначно как какая-то ситуация которая идет из прошлого если мы не будем привязываться к отношениям и не будем привязываться к людям то какие действия здесь могут препятствовать вашему свечению знаете вот когда когда вы не берете какую-то ответственность не принимаете решение вот пойти в шута когда скорее всего вы застреваете в прошлом все я поняла когда вы застреваете в прошлом и в своих каких-то травмах то есть вы перестаете светить тогда когда вы начинаете думать все теперь я поняла и когда вы начинаете думать о тех моментах когда вас кто-то обижал когда вам причинял какую-то боль когда вас не понимали когда возможно люди вам не сопереживали когда вас не поддерживали то есть вот вся вот это вот эмоциональная боли как что которая заставляла вас закрываться и уходить от людей отдаляться то есть вместо того чтобы открываться миру идти дальше вы вот как будто бы чувство такое знаете меня обидели меня ранили я не хочу никого ведь я закрылся я закрылся в себе и и я не готов двигаться дальше вот тогда вот ваше свечение она потухает то есть вы надо научиться обнуляться надо научиться знаете более проще что ли относиться к некоторым моментам вот не не принимает близко к сердцу найти для себя какой-то такой механизм который объяснял бы вам и вашему уму вашему мозгу о том что иногда когда люди говорят какие-то слова возможно неприятно либо поступают не совсем хорошо у них для этого есть какие-то свои причины и в большинстве случаев вот их поведение она не направлена к вам как личности а что-то такое они видят в вас до что заставляет их поступать по отношению к вам так или иначе то есть по сути их действия их поступки связаны с их личностью вы являетесь лишь таким как это сказать триггером который возбуждает да вот эти вот теневые какие-то аспекты то есть допустим если вас кто-то придал либо вас как-то обидели ранили здесь вопрос почему вы выбрали вопрос к вам почему вы выбираете обижаться либо чувствовать что вот вас ранили то есть вот эти чувства и мысли так вам вопрос почему вы так выбираете а если мы говорим о о другом человеке который поступил по отношению к вам то есть что-то во что он увидел но это его личное понимаете то есть его поступок не имеет к вам напрямую какое-то отношение это вот в его жизни что-то а вы явились как то вот как будто бы спусковым крючком и вот на вас сорвались на вас накричали вас предали вас обидели то есть здесь такая двоякая как будто бы ситуация но вы все берете на свой счет и закрываетесь и вот это вот вам мешает вашему свечению напомните у нас здесь выходил вот этот вот ярофант и аэрофант и пятерка мечей как некий такой фанатизм ваша самокритичность то есть человек сказал я не знаю это может быть элементарно попали под горячую руку да неприятно но можно как-то себе объяснить но блин ну я поторопился надо было промолчать на какая такая моя ошибка но нет уже близко к сердцу это принимаете то есть я к нему так хорошо с душой а он на меня кричал и вот начинаете в этом копаться разбираться и ну то есть вам это не нужно вот вот эти вот моменты вам нужно научиться обнулять да тогда вы сможете стать императрица тогда вы сможете стать человеком более уверен знаете здесь как-то хочется сказать нужно более такой философский подход к жизни разобраться потому что ну где все в жизни так как так как кажется да то есть иногда за мотивами и поступками других людей скрывается что-то другое но она не имеет к вам какого-то отношения а вы почему-то сразу это перетягиваете на себя вот вот такой был сегодня расклад для единичек я хоть проснулась а то был такое состояние что я же знаете как это внутри испуг такой для меня же ведь тоже странно бывают такие моменты когда неожиданная пауза и я не знаю то есть а почему то есть почему прервалась информация что сейчас говорить и такой сразу мозг включается а а что происходит ну вот но это является часть процесса и вот почему я тоже вместе с вами расту так мы с вами переходим это было единичка позиция номер два красному камешку двоечки смотрим вас когда вы счастливы и светитесь что помогает вам светиться что помогает вам светиться десятка луков рассуждения и хорошие вы тоже момент разрушение говорка да по фрейду рассуждения разрушение разрушение своих каких-то идеалов когда идет как-то знаете вот то во что вы верили одно вдруг неожиданно рушится и вам приходится как-то сначала что-то пересматривать когда рушится ваше убеждение я бы так сказала тома что вы верили то что вы ценили то что вы думали в первую очередь вот это вдруг разрушилась и вот в этом разрушение вы как бы приходит какой-то новый вот это вот этот сайт вот этот инсайт он зажигает вас ваш свет заставляет вас смотреть на ситуацию что-то новое как будто бы вот в этом видеть и знаете это как как взрыв он ведь а когда происходит да имеет в себе вот такое вот мощное вот это вот свечение ну представьте как супер взрыв супер новый да таком мощный либо ядерный да то есть он себе снесет вот этот вот свет вот именно в момент когда взрываетесь потому что именно вот в этом есть какая-то сила разрушительное но положительное то есть если бы не было этого разрушения то не было вот какого-то очищения то есть через разрушение происходит очищение здесь об этом речь и вот в этом вы видите какую-то свою какую-то свою пользу какой-то свой интерес это момент вашего обучения то есть таким образом вы как будто бы не знаю себя понимаете то есть ваше свечение происходит по сути через духовные какие-то ваши уроки либо психологические уроки которые вы проходите и таким образом вы узнаете себя знаете как-то ушло что-то не нужно очистились от шелухи свет появился кей вы увидели эту грань в себе потом вдруг произошел опять какой-то взрыв да какая-то другая грани очистилась еще что-то в себе увидели его чем больше вот этих взрывов происходит тем больше вы начинаете сиять только сначала точечно в разных гранях а потом когда этого много происходит да то поверхность вот это вот сияние она становится все больше и больше и ваш свет он как будто бы усиливается интересно да тускостей вот как-то почему-то идет все через марсианскую энергию не скажу через конфликты вот здесь вот не идет ваше сияние через какие-то вот марсианские воинственные энергии воинственные они в плане того что они разрушают но все что разрушается а ну ведь здесь позитив в чем понимаете энергии то негативные но я вижу в этом позитив не выдаст я так хочу а потому что здесь акцент делается на это в каком контексте в контексте того чтобы у любая марсиан sky энергия которой что то разрушает она разрушает не просто так она разрушает то что выбивает нас из равновесия то есть здесь как будто разрушения они идут во благо для того чтобы вы пришли наоборот к равновесию то есть где-то вы отклонились вышли например по дороге я не знаю и как-то отклонились от своего пути и вас за это поругали на вас за это как-то вот я не знаю накричали наказали почему потому что вот вы шли по дороге отклонились там в чащую гущу вы могли бы позойти туда намного больше на глубок глубже да и потеряться и вот за вас как будто бы испугались и когда сделали вам а-та-та да по попе по нашлёпали сказали нет не надо отклоняться потому что таким образом ну как будто вот вас охраняют что ли возвращаясь и снова на свой путь вот и иди по прямой то есть вот вот этот вот взрыв он как будто бы он во благо идет вот эти вот всевозможные очищения разрушение здесь какие-то благие хорошо что еще вам помогает светиться помимо вот этих разрушений король кубков любовь любовь и знаете время 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 когда вот вы плывете по течению вот здесь вот опять таки мне показывают то что тот пример которым я рассказала про дорогу ранее в этой колоде очень красиво изображен король кубков который сидит на черепахи да и они плывут по реке это река жизни и черепаха мудрость опыт вот и король кубков здесь такой седа седоволосый некий посейдона повелитель вот то есть повелитель эмоционального состояния что вас наполняет ну перка любовь в прямом смысле и в то же время когда вы находитесь вот петечи плети плетете может быть плетет кто-то что то что если не заговариваясь плывете по течению когда вы плывете по течению да здесь вопрос времени когда вы умеете договариваться с людьми не похожими на вас либо когда вы соединяете какие-то несоединимые вещи что еще помогает вам королевой мечей некая такая знаете холодностью холодность умение создавать хаос разрушать вот разрушительная энергия присутствует я не знаю почему здесь только марсианской энергии напишите мне что как это помогает вам светиться когда разрушаете дисбаланс вот здесь вот что-то идет с дисбалансом ладно хорошо такие тени на данный момент вы не видите благодаря вот этому своему свечению какие тени вы не видите королеву жеслов а вы себя как будто бы не видите и причем знаете не видите тот урок который вы проходите смотрите с одной стороны я вам говорила что ваше свечение да она связана с взрывом и таким образом вы проходите духовный урок а здесь когда вот это вот все вот этот взрыв разрушения происходит вот в этом процессе до ваша тень вы не видите себя и не видите другой урок который вы проходите по пятерки кристаллов свои какой-то душевные боли и вот скорее всего вот вот это вот ваша тень до когда вам на сердце больно возможно это ваш какой-то ссоре какой-то прошлый опыт то что заставило ваше сердце замерзнуть и вот вы становитесь вот по королеве мечей такая холодная которая создает вот этот хаос и рушит холоднокровно все вокруг разрушает но разрушаете на эти ощущения того что разрушаете как будто бы по справедливости вы не рушите вот именно что попало вы рушите конкретные вещи но если бы вы были мягкими эмоциональными вы бы это не смогли отрезать вы бы это не смогли не знаю разрушить хотя питает вас именно любовь питает вас время питает вас вот это вот ваша чувственность еще какие тени на данный момент вы не видите то есть свою боль не видите нас и вот здесь смотрите так интересно девятка костей в этой колоде говорит что человек убегает от страха и казалось бы но он боится страха потому что он думает что этот страх ему навредит на самом деле его враги это не страх это кто-то другой но убегая от страха и не замечая своих врагов вы как будто бы преодолеваете какую-то трудность давайте я вот так на карте покажу то вам было понятно то есть здесь смысл такой здесь человек убегает от этого страха вот он думает что он ему причинит какую-то злость на что-то плохое на самом деле его враги это вот эти два гепарда но он настолько быстро бежит с оглядкой на свой страх что даже не замечает своих врагов и здесь получается что этот страх ему пользу приносит потому что он бежит и тем самым он спас спасался неосознанно спасся неосознанно от своих врагов а если бы он медленно шел и не было бы страха гепарда бы на него напали а тут он и так бежит да и он убегает только он убегает не от своих врагов и от трудности сложности от страха здесь страх получается как будто бы некий такой мотиватор который движет этим человеком то есть он ему идет во благо как мы говорим глаза боятся а руки делают вот здесь что-то такое то есть да я боюсь но я и продолжаю это делать так как знаете убегая от чего-то не обратила внимание как быстро прибежал домой вот что-то такое здесь идет то есть что-то меня какие-то тени я не знаю в переулке напугали и вот я этого страха настолько быстро быстро побежал что не понял как там не знаю домой пришел да то есть как быстро забрался по лестнице и оказался у себя дома а если бы медленно шел то и опоздал бы во времени да то возможно что-то плохое бы случилось на моем пути а тут из-за этого страха я быстро пробежал я как будто бы сэкономил время вот 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 это вот время которым я вам говорила вот здесь вот короля кубков вот здесь вот она как каким-то образом играет вам на благо вот время и страх они не играет вам в минус она как будто бы вот вас мотивирует ну так ощущение что это как будто бы два ваших помощника уже вообще ничего не понимаешь что здесь происходит сегодня какой-то расклад непонятный вы напишите в комментариях я вот прям сто процентов уверена что он будет отзываться но только я ничего не понимаю из этого ладно идем дальше что еще вам не хватает в жизни чтобы ваша душа светилась вот что он не хватает вам не хватает начать на практике применять свои какие-то знания причем применять это каким-то таким знаете интересным способом во благо себе это не в плане того что вот я чему-то научился и давайте я буду помогать другим людям это косвенно а напрямую вот мне просто хорошо от того что я помогаю а бонусом от этого как будто бы еще кому-то хорошо вот здесь что-то такое что-то в таком роде идет что еще вам не хватает жизни до чтобы светиться выпадает аркан солнце хочется сказать танец танца жизни вот как будто момента здесь и сейчас вам не хватает вот в моменте все проживать то что вы умеете уже не то что вам надо будет когда-то научиться а сейчас вот то что я умею я уже сейчас хочу научиться даже не научиться проживать вот вам вот этого вот это нужно не потом когда-то а вот сейчас уже начать и делать танцевать танцевать и вот быть в моменте здесь все карты мне показывают о моменте в котором я сейчас проживаю никогда не будет у вас здесь очень много надуманного надуманного при то есть знаете иногда есть какие-то такие моменты здесь по семерке костей который вы сами себе придумали сами себя как будто бы запугали а их вообще может быть и не случится но вы как-то вот сами придумали сами сражаетесь здесь так интересно в карте нарисованный человек придумал значит шаман придумал себе какое-то чудовище многорукое много задачное в каждой руке держит топор нож и так далее и человеку от этого настолько шаману настолько страшно как я буду с этим чудовищем бороться а по сути это чудовище она не настоящая она лишь вот как будто бы знаете как ну в телевизоре в какой-то матрице придуманная надуманная то есть вам можно просто взять переключить канал и и все и но это чудовище нет он как будто в голове придуманная здесь непонятно зачем вы себе придумаете вот эти вот страшилки хотя чисто теоретически да я рассказала это то что вас мотивирует вы наверно себя до такой степени запугаете что потом приходится самому как-то вот ну есть на преодолевать эти страхи что ли действует вперед двигаться что еще вам не хватает чтобы ваша душа осветилась во первых убрать вот это все надуманное начать проживать моменте здесь и сейчас двойка костей вам не хватает примирения самим собой примирение найти вот как будто бы самого себя шагнуть к себе наркан влюбленных вы как будто бы не можете сделать выбор и вы не понимаете что вас на связывает вот как будто бы самим собой вы взор держите на внешний мир здесь вот я куда ни гляну да у меня вот это вот парность самого собой происходит а у вас как будто бы не случается вот это вот соединение низшего я и вышивая слияние вы не понимаете как будто вы знаете нету единения есть вот это вот двойственность все время разрозненность почему почему нету единения потому что вы как будто бы хотите прошлое воспроизводить все время она уже ну вот разбилась она уже ушло его нужно отпустить а вы в надежде воссоздать свое прошлое таким каким она была а его уже нету у вас есть желание это прошлое потому что там вам было интересно там что-то узнавали я говорю здесь вопрос вашего свечения что ж такое-то нас чешется вопрос вашего свечения он связан со временем вы как будто бы вот этот тайминг не можете найти но когда вы попадаете в этот тайминг тогда происходит действительно правильный тайминг тогда происходит действительно какие-то чудеса если так это можно сказать да волшебство но вы периодически выпадаете из этого вот вот постоянно как-то вроде бы словили волну да и хорошо было бы в ней идти двигаться на выход и сразу выпали давайте посмотрим какие мысли какие действия препятствуют вашему свечению какие мысли вот видите опять рискованные опять рыцарь костей то есть мысли с одной стороны возможно незрелые какие-то детские а с другой стороны вот у вас много марсианской энергии еще раз повторюсь вы как будто бы не можете найти применение этой энергии не чувство что вы себя не знаете не в плане своих способностей а в плане того что вы не понимаете как правильно вам распределять вашу жизненную энергию на что вот вы как будто вы ее тратите не на то что нужно о чем эти рискованные мысли здесь либо опять таки видите крайность либо вы рискуете и совершаете какие-то действия с не совсем обдуманные и это приводит вас последствиям определенным не очень хорошим либо наоборот у вас есть какая-то неуверенность в плане вашего дальнейшего движения вы как будто бы не можете рискнуть двинуться вот шагнуть шагнуть что-то сделать поэтому вот этот страх вас и подгоняет понимаете вы для того чтобы двигаться дальше вы должны все я поняла вы должны себе придумать такую страшилку до такой степени себя запугать что не двигаться вперед не получится не знаю это может быть знаете как я не хочу создавать какой-то новый проект дали бы этом не знаю не хочу создавать свой курс не хочу как-то взаимодействовать с клиентами боюсь неважно какая причина вот но в дальнейшем вы начинаете придумать ага я не буду этим заниматься у меня не будет денег не будет денег нигде будет жить и как я буду кормить детей и у меня там там ипотека там долги и вот вы накручиваете накручиваете накрутить до кости что блин ладно я сделаю пускай будет как будет то есть вот после того как вы себя накрутили в этих страхе запугали запугали тогда вы как-то начинаете действовать это вот мыслях вас в препятствует вашему свечению вот страх понимаете вы сами себя пугаете страх это ведь низкие вибрации какие действия мешают какие действия вот он и выпал аркан справедливости какие действия мешают да просто когда вы порыцари педакли да когда вы хочется сказать не плодородить и здесь изображен белый бык как символ плодородия который бежит и и спускает свое семя тем самым для того чтобы но пришло вот это вот семя проросло вот и было изобилие и вот он несется вперед то есть вы как будто бы какие действия вас препятствует вот не знаю мне хочется сказать неуверенность что вы как будто бы не заслужили это изобилие ну как будто бы от него отказываетесь каким-то образом почему потому что вам аркан смерти нужно здесь трансформироваться и аркан шута трансформироваться очиститься чего вам нужно здесь очиститься девятка кристаллов король пендакли не знает какого-то беспокойства мне хочется сказать вот от этой вашей тревожности от этой тревожности от неверия того что вы можете стать королем пендакли человеком которые такой знаете уверенный в себе человек изобильный почему вы не верите в себя я не могу понять королева пендакли тройка луков вы не верьте потому что как будто бы ваши желания очень трудно реализовывались и это создало ну вот пропала пропала вера в себя и вы долгое время не ощущали себя возможно победителем что вот вам как будто бы все удавалось удается да и здесь еще знаете вот как вы действительно отклонились от своего пути то что я и сказала в начале да как пример ваша неуверенность от этого плюс ко всему вы же еще не у нее не желаете просить помощи опять и опять и опять и снова так ощущение что здесь вот как в третьей позиции да обычно у меня выходит у человек который не принимает какие-то свои дары и способности потому что он в них не верит а почему не верит вам нужно научиться понимаете наслаждаться вот вам для свечения нужно все что будет вас как-то не знаю расслаблять вам нужно научиться в моменте здесь и сейчас вот именно кайфовать от жизни неважно чем вы занимаете главное чтобы вас присутствовал вот это вот состояние вот это настроение а у вас очень много страхов и сомнений у вас как либо вы в наслаждение находитесь либо вы попадаете из него и очень сильно переживаете да и тогда вот все рушится ничего не не происходит так как надо а у вас если бы здесь выпало колесо фортуны да еще я бы сказал что это точно так потому что вот король кубков принципе вот помимо ваших духовных уроков которых я рассказала король кубков и умение соединять несоединяемые как раз к нам напоминает колесо фортуны которые говорят о том что тогда когда вы находитесь в центре колеса не на ободке когда вы находитесь спокойном расслабленном состоянии вы находитесь в середине этого тайфуна а там тихо и только когда вы начинаете волноваться вас из этого смерч из этого тайфуна не знаю знаете как хотите из этого смерча как в стиральной машинке начинает по ободку мотать до либо колесо вот она она когда крутится поэтому обручу по внешнему начинает мотать и начинает такая такое головокружение а когда вы спокойны вы управляете этим процессом понимаете вот она вас появляется свечение а когда вы теряете контроль над собой вы начинаете волноваться и когда вы волнуетесь то вот у вас колесо она вот так вот начинает вас краски раскручивать вас начинает голова кружиться вы не понимаете то есть когда смотрите вот мы когда играли в игру когда ребенка раскручивается, раскручивается, завязываешь ему глаза, вот, и говорят, поймай меня, да, и он такой, с закрытыми глазами так шатается, потому что, ну, координация нарушена, вот, и что он делает? Для того, чтобы удержать равновесие, чтобы не упасть, он хватается за первое попавшееся, да, что есть вокруг него, ну, потому что голова кружится, и, ну, чтобы не упасть. Так вот, вы примерно таким образом держите этот у себя образ в своей голове, вот вы поступаете примерно так же, то есть, когда у вас голова кружится, то есть, это показатель того, что вы не центрированы, у вас нет опоры на самого себя, на внутрь себя, и тогда у вас жизнь будет болтать, и болтать по своим каким-то законам, да, по законам судьбы и фортуны, а когда вы управляете собой, каким образом, когда вы находитесь, вот, посмотрите, какая красивая карта умеренности, вот она сидит в воде, и она, эта девушка очень красивая, она получает удовольствие, и тогда происходят вот эти вот бабочки вокруг нее, тогда происходят перемены, а когда вы не находитесь центрированно, вас начинает болтать, и вы цепляетесь за первопопавшегося, а это что значит? Это значит, вы совершаете ошибки, то есть, вы принимаете решение не на основе внутреннего спокойствия, и того, что вы слушаете, да, и находитесь в контакте с вами, Высшим Я, а на основе первого попавшегося варианта. Я вам приведу сейчас такой пример, возможно, для кого-то это тоже будет полезно, это когда в семье девочка растет, и семья неблагополучная, она желает убежать от этой семьи, и вот она, вот как раз, она не находится центрированно в себе, да, она находится вот в этом беспокойстве, она хочет убежать из этой семьи, что она делает? Она встречает первого попавшегося парня, и выходит за него замуж, в надежде на то, что я создам ту семью, которая будет намного лучше, чем в той материнской, которая у меня есть, что мне не нравится, да, и поэтому она цепляется за первого попавшего, и, как правило, это ошибочный выбор, потому что она не центрирована, и она воспроизводит, то есть она входит вот в это вот колесо сценариев ее родительских, и она их проигрывает, а если бы она была спокойна, да, если бы она смотрела на жизнь вот именно через призму единения с самой собой, что я хочу, а не в плане того, что я хочу убежать, да, то есть здесь вопрос не то, что ты должна убежать из этой семьи, потому что тебе не нравится, тебе надо понять, а что ты хочешь, то есть не побег, а что-то изменить в ситуации таким образом, не знаю, снять квартиру, жить в отдельности, то есть зачем обязательно находить, ну, условно, в кавычках говоря, другого тирана, да, который бы тебя так же мучил, как тебя мучили в семье, потому что так оно и происходит, и по сути ты, вместо того, чтобы решить задачу в своей семье, в центре, о котором я говорила, ты отдаляешься на обруч этого колеса, да, выходишь замуж, создаешь неудачный брак, там тоже не разбираешься, разводишься, идешь в другой, то есть отдаляешься от своего центра, от того, от которого ты должен принять решение, все дальше и дальше и дальше, и отсюда получается, ну, вот столько горечи, столько несчастья до тех пор, пока в конечном итоге приходит взросление, и женщина уже в зрелом возрасте понимает, что мне нужно вернуться к моим корням, нужно вернуться и разобраться в моих сценариях с папой, с мамой, и только после этого, да, то есть опять возвращаемся в родительскую семью, семья в данном случае является вот этим центром колеса, и дальше заново раскручивать это колесо по спирали, по всем своим отношениям их прорабатывать и потом создать здоровые отношения, вот почему-то здесь что-то такое мне идет, Бу-бу-бу, как я разглагольствую здесь, ну, видимо, кому-то эта информация нужно было услышать, сегодня какой-то необычный для меня, по моим, по энергиям, необычный расклад, я не знаю, что происходит, но вот как-то так, прощаюсь с вами, не забывайте, что на выходные будет близ консультация, заходите в раздел сообщества, участвуйте, я буду рада с вами встретиться и провести эти консультации для вас. Прощаюсь с вами, всем пока-пока.